Настоящим подарком природы в конце сентября стала теплая погода, а значит самое время вооружиться необходимым инвентарем и приняться за работу, навести чистоту в городе перед периодом зимних холодов. Коллективный труд объединяет. Неравнодушные жители Щелково, сотрудники администрации, депутаты, общественники и школьники молодежной организации вышли на городской субботник, который состоялся по инициативе главы городского округа. К народу собралось очень достаточно много. Я думаю, что тот задел, который мы делаем, он останется и в будущем. Просто, наверное, чистота – это то, что нужно городу именно сейчас. Изначально было запланировано провести субботник только в сквере у молодежной набережной. Однако желающих поддержать чистоту в городе собралось немало. На субботник вышло более ста человек, а потому провели уборку и вдоль реки Клязьма, возле молодежного центра «Навигатор». Мы живем в Щелкове. Мы здесь родились, здесь будем жить. Здесь живут наши дети. Нужно показать пример нашим детям. Дети тоже пришли из второй школы, из многих школ. И замечательно, что это мероприятие было организовано, и сейчас оно идет активно. Для наших детей, безусловно, это привычное мероприятие, потому что мы убираемся везде, где можем себе это позволить по территории. И около школы, ну естественно, и территория школы, ну безусловно, и парк около почты Щелковской. И вот сегодня мы здесь принимаем участие. Я думаю, что дети будут рады и счастливы. Мы здесь живем, ходим, дышим этим воздухом. Люди, которые любят свой город, они не должны поддерживать чистоту и убирать. Необходимый инвентарь для уборки, перчатки, грабли и мусорные пакеты предоставила администрация округа. Общими усилиями участникам «Субботника» удалось собрать порядка 16 кубометров мусора, очистить городскую территорию от навалов бытовых отходов, сухих ветвей деревьев и листвы. Анна Балиет, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.